Российский диктатор Владимир Путин хочет поставить на боевое дежурство новые пусковые установки САРМАТ. В ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса САРМАТ. Установка будет оснащена новой пусковой ракетой. Укрепление и развитие армии, надежное обеспечение безопасности страны было и остается нашим безусловным приоритетом. Обещает вытащить САРМАТ и Путин не впервые. Год назад на подобной встрече также обещал поставить САРМАТ на боевое дежурство до конца 2022 года. Еще в 2022 году прозвучало заявление Путина о том, что данные пусковые установки комплекса САРМАТ с новой тяжелой ракетой должны были поступить непосредственно на боевое дежурство уже до конца 2022 года. Эксперты объясняют, почему установка комплекса САРМАТ может быть элементом политического облефа или шантажа. Это заявление «Излюбленная игра Путина на повышение ставок». Элемент военно-дипломатического давления, в первую очередь, на страны НАТО. Следует отметить, что данное заявление идет в череде заявлений Путина касаемо ядерного вооружения. То, что Путин любит пугать народ, ни для кого не новость. Однако в этот раз он, похоже, ориентируется не только на запугивание мира. Это элемент, опять-таки, скажем так, понравиться и внутреннему потребителю российскому обществу, которому нравится такая подзаборная лексика петербургского лопника. Ну и, соответственно, элемент давления на страны НАТО. По классике жанра Путин продолжает пугать НАТО применением ядерного оружия. Тем не менее, подобные заявления – это элемент давления, в первую очередь, на страны НАТО. Речь идет о том, что Российская Федерация дает четко понять тактическое ядерное оружие, то есть с ограниченным радиусом поражения. И, более того, Российская Федерация делает четкий посыл по поводу возможности применения тактического ядерного оружия даже не против Украины, а в первую очередь против Польши и прибалтийских государств. Время от времени Путин просто шантажирует планету. Ядерная риторика опять, скажем так, вошла в обиход и российского диктатора, и, соответственно, так называемой политической элиты Российской Федерации. Я напомню, в свое время жесткая позиция Китайской Народной Республики и Индии по поводу возможности применения ядерного оружия значительно снизила градус противостояния. Желания Путина далеки от реальности. По всей видимости, речь идет о том, что комплекс недоработанный. Точно так же, как, в принципе, и другие пугалки Путина по поводу гиперзвуковой, современной ракеты-системы гиперзвуковой боевой части «Авангард», о переоснащении, соответственно, соединения ракетных войск стратегического назначения новейшими комплексами «Ярс», ну и другие аналогичные тезисы, которые продвигались с российской стороной. РС-28 «Сармат» — это стратегический ракетный комплекс штатного базирования пятого поколения. Он оснащен тяжелой многоступенчатой межконтинентальной баллистической ракетой. Создавался «Сармат» для замены устаревших еще советских ракет «Воевода». Ранее «Воевода» создавалось в сотрудничестве с украинскими предприятиями, поэтому обслуживание данных ракетных комплексов в большей степени зависело от украинской стороны, что сейчас звучит утопией. Продолжение следует...